Этот пустырь – бывшая территория воинской части. Однако спустя два с половиной года здесь должен появиться крупный логистический центр. Общая площадь внушительная, она составит порядка 90 тысяч квадратных метров. Для Новоалтайска событие значимое, так в течение нескольких лет здесь должны организовать более 4 тысяч рабочих мест. Согласно проекту, объем инвестиций в этот логистический комплекс должен превысить 4 миллиарда рублей. Соглашение об этом было заключено на днях в Санкт-Петербурге на Международном экономическом форуме. Скрипели документы подписью губернатор края Виктор Томенко и генеральный директор новосибирской компании-застройщика Андрей Рожков. Мы инвестируем в развитие логистической складской отрасли в Алтайском крае, где сейчас наблюдается достаточно серьезный дефицит в складских помещениях высшего класса, так назовем, в простой народе класса А. К примеру, если посмотреть соседний регион, Новосибирскую область, где уже площади превышают полтора миллиона квадратных метров, в Алтайском крае это не достигает 50 тысяч квадратов. И это при том, что спрос достаточно высокий. У бизнеса действительно есть потребность для размещения, было бы где и будет. По мнению губернатора, реализация масштабного проекта существенно улучшит развитие логистических услуг в регионе, а также расширит деловые связи. Мы предоставляем землю, обеспечиваем инфраструктуру и так далее. В общем-то, хороший инвестиционный проект, который обеспечит и увеличение объема инвестиций, и естественно, как всегда, объем налоговых платежей. По словам местных властей, для Новоалтайска это огромный шаг вперед в плане развития города. Кстати, к работам уже приступили на днях. Это будет огромная территория, 24 гектара. Новосибирская компания сделает полностью всю инфраструктуру, построит полностью все дебаркаторы, складские помещения, дороги, плюс вспомогательные сделает строения для персонала. Все те сети и какие-то крупные наши оптовики, которые работают на рынке Алтайского края, будут пользоваться этим логистическим центром. Порядка 40 тысяч складских помещений планируют закончить достаточно в быстром темпе. Уже в декабре следующего года. Окончательно завершить строительство намерены в 2027 году. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком.